И хочется увидеть серьезных баталий, потому что первая карта была за Империей и не обсуждается, вторая карта была за Na'Vi и действительно не обсуждается. Хочется увидеть камбэков, хочется серьезно увидеть противостояния, чтобы ни по драфту, ни по стартовой игре было все сразу понятно, как ты сейчас сказал, а чтобы у нас сохранялась интрига чуть ли не до 50-й минуты. Ну, правда хочется, но судя по тому, как быстро играют команды, может мы этого и не увидим. Да, так вот, что касается драфта. Посмотри, открывается Nature's Profit'em Na'Vi, что сразу же понятно для Империи, нужно его контрить, берут себе Спиритбрейкера, берут к нему в пару аппарата. Уже связка, которая готова этого Фуриона убивать в любой точке карты, где бы он ни появился, Спиритбрейкер, разгон, аппарат, ультимейт. Что делают Na'Vi? Вновь берут Дезраптора, герой, который прекрасно работает против Спиритбрейкера. Как раз можно подлавливать его на Глимс, когда он делает чардж, где-то пробегает рядом, и это нормально работает. То есть Na'Vi в этом плане пытается защищать сейчас свой Nature's Profit'em в каком-то смысле. И если вдруг будет фармить где-то NP, то было бы неплохо Дезраптору его страховать. Так что пока, мне кажется, у Na'Vi какой-то план имеется. Ну, тут же такой, знаешь, план. Привязывать к хардлейнеру пятерочку. Конечно, тут речь больше идет о уже стадии игры, когда будет какой-то майндгеймс происходить. Там, наверное, мы что-то подобное можем увидеть. Пожалуй, так. Либо же, либо же. Вторая функция. Вторая функция, когда Nature's Profit сплитпушит, и ребята уходят. Из драки, например, улетает сплитпушить, а ТП следует для того, чтобы Nature's Profit'а в частности отбить, и не дать ему возможность снести ваши вышки, вернуть назад. Все верно. Тоже нормально сбивается. Телепорт и хорошо Дезраптором. Ну, один телепорт и один, конечно же, может сбиться. Ну, мы видели. Мы видели, как Санейка играет, и как здорово на этом персонаже у него получается. И вчера, и сегодня уже вторая карта в его исполнении. Так что сомневаться в Акбаре не приходится. Пак для имперцев. Я хочу еще обратить внимание на баны интересные от Империи. Они в первой фазе убрали Инчу, на которой Роджер просто забожил во второй игре. И во второй фазе убирают Чена. То есть вообще очень боятся, судя по всему. Боятся работы от, конечно, Роджера. Вообще, посмотри, четыре героя Роджера только что в бан улетели. Да, по факту так и есть. Четыре четверки. Приехали. Четыре на четыре. И Пак появляется в пике имперцев. И мне кажется, что все-таки ФН будет играть на нем. Герой в центральной линии. ФН играл на данном персонаже. Это один из персонажей, которых они демонстрировали. И на Интернешнале. Я вообще не думаю, что тут Шейкера стоит миновать команде Нави. Мне кажется, Шейкер вполне неплохо вписывается в их драфт. Он Пака может подловить издалека, когда Пак не видит Шейкера. И попытаться его моментально убить с Дезраптором. В общем, уже комбинация нормальная. А каков интерес на Кристаллайз на Дроу Рейнджера? Мне интересно. Посмотри, если в пик здесь вдруг появится Дроу Рейнджер. Она неплоха. Она неплоха. Да, герой, который Пака может немножечко ошарашить. Набросить, в частности, Гаст. И вы можете успеть его убить. Против спирит Брейкера Гаст тоже эффективная штука. Против спирит Брейкера Гаст. Нейчер с профитом. Ох, вообще просто. Даже думать не стали. Нави услышали, что я сказал. Колор Кастер. Димка-то не зря сидит здесь. Да, Дровка, безусловно, смотрится в этом драфте. Ты верно подметил. Действительно, замечательный выбор. И тут прочитано. Team Empire. Как они будут справляться с этим? В целом, тут, понимаешь, какая ситуация? Она достаточно обоюдная получается. Как Дровка хороша против этих героев, так они могут Дровку и тоже застать врасплох. Тот же Пак, если довольно быстро нафармит себе даггер, он может быть для Дровки самой опасен. То есть, если Дровки добираешься первой с даггером, то, конечно, она уже никак не спасется своим гастом, само собой. Но и Лекан для Империи. Герой, который, к слову, тоже очень быстро добирается к Дрову Рейнджер и обычно крайне эффективен против нее. Тоже логично. Имперцы драфтят. Но мне нравится ход мыслей на Тусвинсера. Посмотрим, как они будут разбавлять. Не знаю, мне все еще импонирует Шейкер, если честно, в этом драфте. Да, и Пак здесь не очень плохо смотрится в Хардлейн. И в центральную линию добрать бы какого-то героя, знаешь, вот по типу, по типу, даже по типу Лондруида. С Эвджерором под Пака. Массовая такая работа по локации, под ультимейт аппаратов. Все это получается очень комбинированно. Если Пак действительно, Пак входит в Хардлейн, мы это знаем, прекрасно. И Пуш у вас получается великолепный. Или Кан Пушер. И достаточно такая интересная история с Лондруидом. Ну, понятно, что может слишком много быть. Вивер, по идее, в четвертую позицию здесь. По идее. Вот я делаю на это пока что ставку. То, что Вивер будет четверочкой. И мы понимаем, что под Дроу Рейнджер, эта четверка, она раскрывается по-особенному. Все-таки больше урона, ты больше агрессии можешь по линиям проявлять, играя на четверочке Вивере. Поглядим. Банят Империя как раз на Пларку, думая о том же. И солидарно. И спасение какое классное с агонимом получается. Да, безусловно. Именно от аппарата. Вот я о чем. Потому что, когда, если мы доходим до лейтгейма, и аппарат забрасывает под агонимом, в идеале вообще забрасывает ультимейт, Вивер шикарный в этом плане персонаж. Никто не лечится, но возвращать тебе здоровье Вивер может. И не только себе. Поэтому четверка Вивера мне нравится. Здесь ты прям вообще, ты понимаешь в доте. Может быть, может быть. Так, а что же Нави на последний пик возьмут? Но все-таки, мне кажется, какого-то фронтлейнера бы не хватало. А кто пойдет в центр в таком случае из таких плотных фронтлейнеров? Может Драгон Найт какой-нибудь, а? Почему бы и нет? Драгон Найт, по-моему, замечательно смотрится. Во-первых, против Пака герой замечательный. Во-вторых, он под аурами получает дополнительные тоже плюсы. Копили энергию для того, чтобы инвокера продемонстрировать. Инвокер в исполнении Дэнди. Золотые времена. Ты знаешь, все-таки я ожидал героя более плотного в центр. Героя, который сможет выступить еще и танком, ко всему прочему. Потому что здесь получается пик достаточно... А это инвокер через пайп, через тараску, через керасу. Хорошо. Что-то классическое. Да, а так получается драфт, конечно, хороший на бумаге. Он очень опасный, он взрывоопасный. Но он достаточно мягенький. Тот же лекан здесь может получить раздолье. С каким-нибудь блэкингбаром ему здесь никто не страшен. Ты просто врываешься и уничтожаешь. Ну, конечно, спруты нужно будет только миновать каким-нибудь топориком. Это визадж для Империи. Такое решение принимают парни. Визадж-мид для Империи, да? Визадж может быть в керри-позицию все-таки. Пока, по крайней мере, Чапи берет его. Посмотрим, как поставят линии. Но, учитывая, что игра против инвокера идет, может и визадж стоять против инвокера, или лекан стоять нормально. Что один, что другой нормально сочувствует. Но посмотрим. Мы не так давно наблюдали уже визаджа в центральной линии. И при должном исполнении герой просто уничтожает своего. Скажу тебе более того, если ты вспоминал, ты вспомнишь наши матчи, которые мы освещали на Интернешнл, еще в групповой стадии, от команды ЕГЭ. Там, где Артизий играл в легкой линии на визадже. Мы помним, насколько много он проделывал работы, играя только птичками. То есть он просто стоял фарминг все время, птички летали, помогали по гангам. И это работало. Тем более здесь есть под кого гангать. Да, я не помню, какой матч мы комментировали, что это за регион был. Не так давно это было. И вот там мы с тобой просто криком кричали, что это за визадж, остановите его, что это за чудовище. Потому что он там, по-моему, 7-0 или 8-0 в итоге шел. Центральную линию просто изничтожив. Ну, глянем. Только что мы видели Чапи в центральной линии. Он уже здесь был. Поэтому неудивительно, если вдруг визадж окажется именно в центре. И вроде бы, вроде бы он туда и направляется. Потому что Лекан в руках у ФНа и отправляется в легкую линию. Да, Чапи пойдет мид. Запаковали его. Ну, обратим внимание, наверное, что Мипошка встретил Роджера, который хотел поставить в арт-центре. То есть у нас был телепорт и от Роджера, и от Мипошки на спиритбрейкере. В общем-то, Мипошка не дал поставить в арт Виверу. Вивер подошел с другой стороны, обошел, поставил в арт там, где его не видят. Дай, посмотри на первый артефакт визаджа. Дефолт ли это? Я не самый большой специалист. Нет, но он покупает себе рейсбэнд Чапи. Это под Аквилу, я так понимаю, в итоге. Да, да, конечно. Это тоже дефолт. Просто да, выходит действительно с рейсбэндом нетипичный для него, по его статам нетипичный артефакт. Можно лишь отметить, что по такому затару он точно будет стоять у нас в центральной линии. Да, это очевидно. И все-таки будет у нас в легкой стоять ФН. Но для ФНа эта линия легкой вряд ли будет, потому что вновь проблема будет с тем, что Нейчис Профит, герой дальнего боя, герой, который будет постоянно харасить, едва ли сможет аппарат его прогонять нормально, потому что перетянет сюда, например, тот же Вивер, и аппарат не жилец. Аппарат плакать будет? Аппарат и в соло будет плакать от Нейч Профита? Ну вот мне кажется, что игра, когда у Империи идет через ФНа, все как-то у них складывается более или менее. Здесь ФН может снова пострадать. Меня это больше всего на самом деле волнует в контексте данной игры, потому что мы видели, что бывает, когда ФН страдает в предыдущем матче. Роджер зашел глубоко, поставил апсерф вард, и Роджер ждет курьера, который беспечно шел до поры до времени, но остановился, остановился перед выходом в этот легкий, не легкий, точнее, опасный мир. В центре на самом деле Дэнди можно напрягать. Дэнди можно напрягать. Единственный нюанс, что Дэнди сможет на реакции останавливать чардж Баратрума. Если спиритбрекер разгоняется, ты можешь просто повернуться, дать ему колд снэп, прервать его разгон, и ты в порядке. Это единственный момент, что как-то Дэнди может здесь спасаться. А, и это квас векс, насколько я понимаю, инвокер. Нет, не обязательно. Ни в коем случае не обязательно. Не обязательно, потому что он может просто взять как раз колд снэп, чтобы спастаться от чарджа, о котором он только что говорил, и играть дальше через экзор. Но это может быть квас векс, потому что здесь игра через... Урона хватает. Это игра через дроу рейнджер, и действительно квас векс в таких драфтах он актуален. Безусловно. Так, Ристалайс уже сильно бьет Гостика, трудно, и Санейка. Ну, судя по его быстрой покупке, вот быстрая покупка, которая у Дэнди есть, какие-то факты он забросил, это будет квас векс. Да, так и есть, он качает векс. Это есть квас векс. Ну, действительно, недостатка нет, и часто мы говорим, что дроу рейнджер, она как раз-таки открывает новые опции для персонажей, когда ты не страдаешь от урона, от недостатка урона. Часто там ее комбинируют с паком, пак в центральной линии себя отлично чувствует. Здесь ванскор, скорее всего, погибает, со своими энтами разбирается. Неплохо генерал. Бегут энты, скорость бега нормальная, притормозили, что такое, недоконтролил немножечко генерал, что-то случилось, что-то пошло не так. Там просто на две тычки оставалось, и ванскор смог улететь. Ну, тут небольшая недоработка от Виктора. Санейка. Вверху к следующей ситуации из возможных. Проблемки пытается сделать телепорт, мипушка берет чардж и сбивает телепорт дизраптору. Это первая кровь в копилку команды Эмпайр. Нежданно, негаданно. Но тоже стоит отметить, что у одних, что у других. Сложная линия, она оказалась самой сильной, похожей. Потому что Гостик должен стоять нормально на этой линии, то есть его сложно будет тут напрячь. До поры до времени, пока у дизраптора не будет более высокий уровень, глимс более высокого уровня. Плюс поддержка от Спирит Брейкера, конечно же, тоже касается и Нави в сложной. Нечис Профит, который напрягает постоянно, и Вивер, который помогает. У Эфена, к слову, проблемки внизу. Его пошли атаковать. Роджер подбивает. Ну, Эфен под Хаулем. Нет, он не нажимал Хаулем, пардон. Да, он просто в порядке. Пурман Шилд пока достаточно. Его трудно, да, его трудно пробить. Пурман Шилд, нормальное количество здоровья. По звуку так мне показалось, что вроде как Хаулем нажимал. Ну, да ладно. Показалось и показалось. Да, Роджер уводит пачку крипов с линии. Себе для дополнительного уровня. Ну, и перетяжка еще от Спирит Брейкера в нижний лайн. Ну, ломает немножечко игру Вивер. Безопасно достаточно перемещается. И что-то хочется сделать с ним. Иван Скоро. Санейка в центре у нас драка. И параллельно Санейка тоже страдает от Гостика. Чапи живет. Тардада залетает от Дэнди. Чапи выживает. Прожимает фэрифайр. Он спасен. Вверху в это же время Санейка пострадал немножечко от Пака. Гостик тоже отыгрывает хорошо пока верхнюю линию. Мипошка пришел в центр получить опыта. Тоже наполучал. Ты меня во время драфта или после него спрашивал, чего же я все-таки жду от матча. Вот этого я жду от матча. Вот того, что сейчас происходит. Каждый игровой момент, он агрессивен. И ожидает, в принципе, все фанаты СНГ-доты. Вообще СНГ-дотеры. Да мы любим эту стиль, конечно. Зрителям вообще нравится, когда игра проходит быстро, динамично. Намного приятнее такую доту наблюдать. Конечно, она не всегда так эффективна, как другие, например, стили. Но тут все дерутся. Тут все счастливы и всем весело. Пока не весело Санейка. На него так напрыгнул Мипошка и добивает Санейка. Да, казалось бы, так близко спасение. Слушай, а ведь можно ядровку побить. Вполне себе. Если Баш фронтнет... Тампак очень сильно бит. Я не думаю, есть ли смысл прыгать. Гостик в итоге прыгает. Баш. Будет ли Баш еще один? Да, он даже не нужен. И Сайленс. Приходит Вейвер. Гостика, конечно, заберут. Прилетает еще и Генерал. Мипошки вообще нет маны. Сейчас, скорее всего, могут его забрать. Жетоны. Генерала с прутов, насколько я понимаю, нет. Но урона и так хватило. Слушай, Дмитрий, ну все равно неплохо поработали-то ребята из Империи. Много на себя внимания стянули. В это время спокойно фармит Ликан. К слову, мы говорили, что у него могут быть трудности, но у него лучший крипстат на карте. Как раз вот сейчас эта агрессия дополнительно разгоняет и Фена. А с появлением ультимейта вы ему ничего не сделаете. Он будет еще и сам вас убивать. Да, если он топорик не потеряет только, то да. Не потеряет. Это же все-таки сломает. Да, и в центре тоже не стоит забывать, что побольше пространства получает Чапи, потому что внимание на него не идет со стороны Нави. Тут полезные действия совершает сверху Империя. И Гостик, и Спирит Брейкер, их работа видна. И вновь Спирит Брейкер берет разгон на Санейка. И вновь Гостик готов его убивать. Тут Кристаллайз, главное, чтобы все качественно сделал. Дает Гаст, притормаживает Гостика. И спасает таким образом Санейка. Да, вот это уже, конечно, будет работать на 100%. Видишь Спирит Брейкер, бросаешь ему под нос Гаста, и он ничего не сможет сделать. Роджер заходит в спину Чапи. Есть Сворм. И Чапи старается уйти. Ну, под медальоном уже Чапи посильнее пробивают. Чапи все еще жив. Есть Торнадо. Попадает Роджер. Прямо под Чапи. Роджеру достается данный фраг. Третье убийство от Нави. Счет сравнивается. 3-3. И преимущество просто ничтожным является, следовательно, то, чего мы ожидали. Равная игра, размены, драки. Ванскор на него теперь атака коллснеп от Дэнди. Роджер вновь подходит и Ванскор отправится в таверну. Правда, контратака со стороны Мепошки. Он въехал в инвокера. Чапи тут как тут. Замедляет. И баш проходит от Мепошки. Чапи забирает Дэнди. Соло с ампшеном. Отлично. Генерал отменил телепорт. Было видно, как он уже кастует его центральную линию, но не решился. Лететь не очень удобная позиция. И было понятно, что Дэнди заберут. Он в итоге остался бы в окружении двух героев. Да, у генерала тоже все по фарму великолепно. 25 на 8. В целом три героя Нави стоят. Вполне уверенно. Санейко старается спастись, но вряд ли он что-либо сделает. Скорее всего, Санейко погибнет от рукпака. Так и происходит. И Дэнди прилетает сюда. И Фэнс еще под действием ультимейта. И в шейп-шифт форм. Он, естественно, убегает. Контролирует положение дел на карте Империя. Как бы неплохо не действовали Нави, имперцы вроде как все контролируют. Вроде как они успевают реагировать на моменты. Но как же здорово работает пока что центральная линия. Как же круто справляются Дэнди и Роджер. Мы отмечали не раз, что с самой первой игры эти парни сработались. Все у них получалось. Хорошо они коммуницировали друг с другом. И сейчас данная игра не исключение. Но тем не менее, повторюсь, что Империя ситуацию контролирует. Да, покажите, пожалуйста, уровни. Интересно такой момент. Обратите внимание. Ну или в целом список героев с артефактами в уровне можем посмотреть. Аппарат единственный выпал из погони за левелами. Что касается команды Эмпайр. Ну, там мелочи. Там просто мелочи. Скоро появится уровень у Ванскора. Вообще, Ванскор мы видим, насколько нищим смотрится. Один телепорт и немножечко вардиков в курьере. Все, что есть у него. Аппарат непросто. По этой игре, куда не придет, везде его ожидают неприятности, везде его убивают. И, конечно, трудно будет выкарабкаться. Говорить об артефактах пока не приходится. Действительно, очень рано. Что-либо сказать по даже хотя бы Мидасу, который Эншн Допаришен может в перспективе собрать. Хоть, не знаю, на тапок бы насобирать. Генерал тем временем выходит на первые позиции. По Нетворсу обгоняет Ликана. Хотя не так давно мы помним, там серьезный перефарм был со стороны Фэна. Конечно же, свое забирает Ничерс Профит. Как ни крути. Он участвует также в убийствах. И линию фармит великолепно. Да, ведь очень опасный драфт у Нави. Мы не раз отмечали, что любой драфт с Дроу Рейнджер это игра против, знаешь, такая бомба замедленного действия. Ты вроде как играешь, вроде все контролируешь, но ты вдруг проигрываешь одну драку. Действительно, серьезно проигрываешь. И начинаешь терять строение очень быстро, одно за другим. Поэтому максимально, максимально сфокусироваться нужно Империи над вот этими мыслями. Что нужно играть осторожно. Стараться проводить драки тогда, когда им это выгодно. Когда они готовы к этому. Пока что подловили Роджера. Вроде неплохо поработали, Сайленс есть. И шестого у Роджера пока что не было. Да, без шансов для Роджера. В перспективе, если представить, что где-то будет сплит пушить генерал. И уходите с драки, как периодически делают Фурион. И Майн Контрол часто так делает. Драку где-то затеяли. Просто выиграйте мне время, я пока с ней в свою сторону. Все так, так, Бульдог часто это использовал. Под Дроу Рейнджер это раз. Генерал под его аурой будет с большим уроном. Помимо эндов он и сам будет урон сильный вносить. И Алакрити, которая набрасывается на Нейчис Профита. Это тоже грозное оружие. Вопрос сплит пуша и вопрос реализации Нейчис Профита, он супер универсальный. Поэтому здесь, конечно, ударная сила Нави, она круто будет смотреться. Но при этом есть чем отвечать на сплит пуш. Для этого нужно только одного героя, в принципе, вытаскивать из драки. То есть если вы идете, например, сами пушить, вы можете одного героя вытащить по типу сплит брейкера, чтобы он побежал на Нейчис Профита. Единственное, что нужно максимально осторожно это делать, потому что можно подставиться при этом. Если где-то это увидят Нави, то можно будет сделать телепорт Нейчис Профита в драку и убить героев, которые остались. Но в целом ответы есть на сплит пуш именно Нейчис Профита. Именно для этого брали сплит брейкера. Именно для этого есть у них глобальные ответы, те же птички и ультимейт аппарата, о которых только что упоминалось. Выпал немного из экономической гонки Кристаллайз. По золоту всего слишком мало. Ну, на фоне остальных героев так точно. Их вот трепали там здорово на линии. Да-да, и мы видим пока только ПТ, ничего более. Форстаф следующим артефактом будет собирать себе Дроу Рейнджер. Ну и в целом Хьюрикен Пайк, куда на игре неплохо смотреться будет. В частности, разрывать дистанцию с сплит брейкером Этарас. И с Ликаном, который всегда будет висеть у тебя за спиной и пытаться тебя видеть. В принципе, эти герои-то и брались против Дроу Рейнджер, которую достаточно рано показали Натус Винцер. Ждем возвращения Чапи. Знаешь, очень опасен для драфта Нави герой Ликан. И этот Ликан пока что лучший фактически фармер в своей команде. Он не уступает инвокеру, он немножечко уступает Нейчис Профиту вражескому. Но вот этот персонаж, его бы как-то приостановить. Потому что если ФН будет дальше так разгоняться, он составит больше всех проблем. Но неплохое, согласен, неплохое оружие против Ликана. Это Хьюрикен Пайк, Расс и тот же Гаст. Тот же Гаст, который связывает тебе ручки. Все это до БКБ актуально. С появлением БКБ здесь вообще плевать на все Ликану. Он просто забегает и грызет. Грызет он мгновенно. И ты не спасешься пикой, потому что ты оттолкнул себя пикой там чуть-чуть, а у Ликана скорость максимальная просто подбежала. Нет, разорвало. Разорвало дистанцию с ним. Его толкнул. Да, если с БКБ, понятно, что это нереально. Без БКБ, да. Пока что БКБ у него нет. Проблем не будет. Там и пики пока нет. Не, ну тут просто, если мы говорим о Ликане без БКБ, тут хватает методов с ним борьбы. Тут тот же банально Дизраптор один эти вопросы решает. Кенетик Филд хороший поставил, там Глимс может быть нажал и Ликан отдыхает. До БКБ с Ликаном проблем быть особых не должно. Ой, а Ликан же у нас через Некров будет. Там одному Ликана ты даже если остановишь, там Некрономиконы шип-шифт форм тебя разорвут. Ванскор, ну как же много урона вносит Роджер. Пришел Саппорт, бросил медальку, Сварм и вынужден улетать на базу Ванскор. Хочу отметить, что его спас Ликан своим Хаулем. Это не заслуга Ванскора, потому что он сейчас спасся. Точнее не только его заслуга, но и Хауль, который очень своевременно поражал Ликан. Улетели вдвоем. Нави в это время забирает Мипошка. Нейчер с Профита под птичками. Одна из птичек Роджеру достается. Или нет? Я не обратил внимания. Одну птицу он забрал или успел перепризвать? Не уверен. По-моему успел перепризвать Чаби. Я не смотрел. Я не смотрел, потому что я, кажется, смотрю другие вещи по карте. Но раз ты говоришь, что успел... Ну он просто чуть ли не в ту же секунду вызвал птицы. Мне вопрос, ну нам камера не показала, было там плюс золото или не было плюс золота. Вот, к слову, тот билд, о котором я упоминал, когда мы видели инвокера на квалификации открытой, европейской. Если я не ошибаюсь, эта команда Иллидана исполняла нам инвокера Квас Вест дважды. И, собственно, там он не собирал Мидас. Но я отмечал, что если ты играешь Квас Векс, никто не запрещает тебе собирать Мидас. И точно так же быстро получать опыт выходить в экзорт нормального уровня. Вивера подловили. Вивера должны забирать ультимейт от Мипошки. Погоня также за Кристаллайзом. Гостик догоняет на стиглей птички. Заплевывает соло Самшин Чапи. Птичек сажает замечательно. И Кристаллайз тоже погибает. Здесь сработали четко, но в то же время Дэнди толкает центральную линию. Да, и вверх генералам пушатся. И вышка близка к тому, чтобы упасть внизу. Мипошка взял разгонный генерал. А вот и Санейка. А вот и Санейка. А Глимс. Глимс не нажимает, потому что хотят убить. Вот так вот. И Роджер оказался. Мипошку хотят убить. А Санейка может и Фена вернуть. Санейка возвращает и Фена. Команда-то близко. Дэнди подошел. Дает колдснеп. Дает ЕМП. Замечательно разыграл Санейка. Выдержка наше главное оружие. И Санейка, безусловно, здесь проявил серьезную выдержку в моменте. Да, ему и фраг достается. Все заслужено. Все честно. Ну и вышку вверху должна забирать Нави. Внизу вышка упала. Ее заданное ванскор. А вверху вряд ли что-либо подобное можно будет сделать. Ну, молодец Санейка. Большой молодец. Действительно стоит здесь его поблагодарить за этот момент. Да, Нави чуть менее тысячи ведут по экономике. Сейчас после того, как заберут вышку вверху, еще на тысячу свое преимущество. Взрастят. Сложное слово. Ну и топ-2 нетворс. Это Дэнди и это Генерал, соответственно. Дальше плотная тройка. Ну и не сильно отстает Кристаллайз. Кристаллайз, он, конечно же, топ-6 вроде как и замыкает кор роли, но при этом сильно не отстает. Ни от Эфена, ни от Гостика. Поэтому Дроу Рейнджер еще из таких персонажей, которые не сильно нуждаются в артефактах. Базовые стартовые артефакты уже дают огромный урон, потому как аура работает и трофка этим славится. Утимейт, который добавляет тебе физ ДПС. Нави пока немного приостановили свои нападки. Демонстрация была у нас на экране для игроков более низкого уровня, как нужно играть на саппортах. Если вы думаете, что вам нечего делать по карте, вы можете просто отойти вдвоем и пофармить лес. В момент, когда вы считаете, что делать реально нечем. На заметочку людям. Так, у нас Радиент Курьера убили. Это сработал четко Нейчерс Профит, но при этом погибает еще и Спирит Брейкер. Нейчерс Профит пытается улететь, его не отпускают, но он сделал весьма полезное действие. Все-таки Курьера убить и погибнуть это нормально. Единственное, что ему самому немного неприятно, потому что он приближается понемногу к Орхиду. Хотел бы он здесь спастись. Но учитывая, что еще и Спирит Брейкера убили, так дела вообще замечательно. А прям вынуждают и Лекана собирать Блэкинг Бар себе, и Паку. Будет не сладко под Орхидом. Если вдруг от Гаста вернешься, то в любом случае Сайленс на тебя набросит. Линкен Сферу было бы неплохо займить. Дэнди уже летит. В идеале и Блэкинг Бар, и Линкен Сфера. Тут все надо игрокам Эмпайр. Слушай, мы с тобой рискуем увидеть очень сильного инвокера в этой игре. Прям какой-то невероятной силы, потому что Дэнди действительно круто стартовал. Идеальный фарм у него сейчас. И с Мидасом он быстро наберет опыт, быстро наберет очки экзорта. Вот вопрос на 15-м, что будет ли брать, будет ли в принципе он идти через путь выкачивания, например, дополнительного опыта. По такой игре даже на самом деле и можно не делать этого всего. Не выкачивать таланты, как это делают на экзортном инвокере зачастую. Тебя Мидас, ты и так будешь набирать довольно быстро, учитывая, что у тебя замечательный старт. Да, плюс мы знаем, что инвокеры с героев, которые перемещаются по карте быстро. А по данному драфту Na'Vi это прям необходимость, это не роскошь. Это действительно необходимости фармить. Дэнди будет в разных участках. Роджер играет на Вивере, как на Никсея, тебе скажу. Он так просто забегает во вражеский лес, дает информацию и убегает. На Шукучи. Забавно на самом деле, очень так агрессивно действует и не боится. У него медальон и аквилок. В принципе-то кто его ловит? Ловит его, ну в лучшем случае, в лучшем случае Мепошка. Ну и команда, и команда неподалеку. Либо же Гостик, да. Либо же Гостик, который важными способностями должен его цеплять. В частности, ультимейт выписывать. Вряд ли кто-то захочет за пайр тратить. Они хотят Чапи в центре убить. В спину выходят. Чапи, по-моему, не ожидал. А Чапи не один. У Чапи два героя рядом. Но могут ли что-то сделать? Ах, может. Назад глимсует Чапи. Чапи не уйдет никак из этой драки. Смогут ли забрать фамильяров? Одного забрали. Второй присел. Но не будет спасти рядового фамильяра здесь. В исполнении Империи. Но тиммейт аппарата полетел. Санейка уходит влево. Тиммейт не попадает по Санейке. Именно его хотел убить аппарат. Никак. Да, нави ведут. И Дроу Рейнджер выходит на третью позицию. Поднимается. Хотя старт был, конечно, ужасный для Кристаллайза. Очень потрепали их на линии. И теперь посмотри, Мипошку подловили. Мипошка пошел в лобовую на генерала. Телепорт у Тпака. Мипошка пытается дать ультимейт на колдснеп. Ему мешает. О-о-о, Дэнди. Еще и Гаст в лицо. Дэнди, Дэнди, Дэнди. Накрыл Торнадо. Команда поддержала. И Гаст в Дроу Рейнджер, безусловно. По-моему, нави переезжают империю. Но забрали генерала. На самом деле забрали генерала. Вроде и красивая драка для Натус Винсер. Но при этом потеряли одного из своих персонажей. С другой стороны, драку выиграли. И открывается путь на хайграунд. Неужели? 16-ая минута. Мы готовы зайти и пушить хайграунд? Почему бы и нет? Главное, все это предельно осторожно делает Натус Винсер. Они могут жертвовать Дэнди. У него есть Эггис. Правда, Кристаллайз подставляется от ультимейт Спилбрейкера. Дроу Рейнджер погибает неосторожно. Выбрал позицию Кристаллайз. За это был наказан. И фэн впивается в Сонейка. Спруты от генерала. Браво. Виктор. И Торнадо от Инвокера. Немножечко не успел Сонейка с Кинетик Килдом. А там глимсует назад Гостика. И Гостика забирают. И снова блестящая игра от капитана Натус Винсер. Дальше погоняет Роджера. Готов уже заходить на хайграунд. У него нет таймлэпса. Чапи закрывает спруты. Чапи. Очень неприятная ситуация для него. Ему могут забрать его, едя тенты. Скорее всего заберут Чапи. Он пытается добежать до Шрайна. Не удается ничего сделать. Точнее, он добежал, но здоровье не восстановило. Генерал дальше добивает мейпошку. Не может. Или может. Но еще один. Еще один. Еще один Шрайн. И Дэнди в лицо дает Торнадо. Даблкил для Дэнди. Три героя. Навик готовы драться под хайграундом. И они это демонстрируют. Ресурсов потратили много на самом деле. Очень сумбурная драка. Тут еще ничего не ясно. Нейчерс Профит пытается улететь на телепорте. И он улетает. Но его... Добьют. Добьют. Избивают Айгис Дэнди. Дебаф был. Был там буквально полсекундный момент, когда было не ясно, дебаф долетит или не долетит. Все-таки зацепило его дебафом. Он погиб. Дэнди. Спили Айгис. Тоже. Красивая мува от Нави. Но. 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 База стоит. Т3 не забрали. Империя устояла. Поэтому. Поэтому у Империи есть шанс перевести дыхание. То есть даже не просто стоит, а в принципе там еле-еле побили. Ну. Этон Вокер сейчас будет просто сумасшествие какое-то вытворять. Он. Тыщен касс. Жалко это лучше на карте. Тэнди хорошую игру проводит. На эту. Атака от него на Эпена. Вот атака разминочная чисто. Вряд ли он сможет в одиночку забрать. Как бы самому не подставиться. Но Импошка тоже без маны оказался. Мимо ЕМП пробегал. Что-то зацепило немножко. Сори ЕМП не заметил. Ну видно. Видно, что по темпу Нави немного повыше. И главное, что те позиции, которые должны были выстреливать. В частности Инвокер. Герой, который ну не может там замыкать где-то пости задних, так сказать. Он должен всегда выступать первым номером в своей команде. Топовый Нетворс. Иметь. Нави смогли эту комбинацию реализовать. И как ни крути, все равно спорный и экспериментальный пик Визиджа в Корп Азид. В позицию центральную. Пока у Эмпайр нельзя сказать, что зашло. Он, конечно, лучший в своей касте в своей команде. Ох, как же Баш проходит тут мипошки по генералу. Ультимейт аппарата долетает. Не хватает, конечно же, урона. Генерал довольно плотный. Гости попытается его добить. Выдает и Сайленс. Выдает и Иллюзори Орб. Но уже теряет спирит брейкера и попытается добрать еще и Гостика. Вызывает Энтов. Дает информацию с пруты. Гостик входит на Орбия. Санстрайк от Дэнди на ход, но немножечко не туда. Гостик спасается. Кристаллайз мажет гастом. Но Гостик тут один делает. Ворачивается. Ворачивается просто Гостик. Делает делов, конечно. В колд снеп и Гостика трудно уйти из-под такого фокуса. Потрепал немножечко энергишки команде Нави. Но Нави пойдет забирать эту вышку сейчас сработано отлично. Атака Империи. Вновь вот опрометчиво слегка атакуют парни, учитывая, что они позади. Плюс, заметь, атаковали под Т1 башней. Куда легко сделать телепорты. Атаковали Нейч Профита, который довольно плотный уже сейчас. Полторы тысячи здоровья. И вот эта парочка спирит брейкер плюс ультимейт аппарата уже не работает. Аганим летит. Дэнди. Нормально так за 20 минут. Неплохой фарм получился. С учетом еще дополнительных артефактов. То есть далеко не голый Аганим Визидж. Пока Солар Крест, ну, немножко неравноценные вещи. Согласись. 9300 от Дэнди. 7600 от Визиджа. Тоже неплохие показатели, безусловно. Но Чапи умирал в последнее время. И вот эти три смерти, они отбрасывают его по графикам назад. Нави отходят на свою половину карты под смоком. Выходят имперцы. Хотят кого-то найти. И хоть немного восстановить свое отставание. Идут. Мейпошка снова агрессивно начинает действовать. Ставят вард. Должны видеть Вивера. Роджер 11 уровня. Плотный персонаж прыгает на Роджера. Дают сайленс. Мейпошка тут же ультимейт. Роджер разобирает мгновение ока кристаллайз. Выдает неплохой газ. Ох, летит Дэнди. Летит Дэнди. Это может быть очень больно для Империи. Пошло Торнадо. Пошло ЕМП. Ставит. Также Айс Волл. Нужна поддержка минимальная и все погибнут здесь. Дэнди идет дальше. ФН впивается в Дроу Рейнджер. ФН переключается на Дэнди. Гаст от Дроуки. Подтягивается Дизраптор. Но это не вовремя. Вот сюда бы еще один персонаж. Вот этот же Дизраптор под Торнадо, под ЕМП, под Айс Волл насыпать статик шторм и все герои Империи снули бы погибнуть. Но не получилось. Тем не менее, Дэнди спасает Дроу Рейнджер. Санейка. Бедный Санейка. Как же сильно больно ему от птиц. Но ушел. Ушел из-под фокуса и новых птиц призывает. Чапи. Не может пока Дэнди намного больше сделать. Все-таки второй уровень экзорта не позволяет тут знаешь так все косты выдать, выдохнуть, там не знаю, бластом насыпать. Записывайте. Открывайте тетрадку, записывайте. Экзор второго уровня пока блокирует некоторые опции. Но заметь, что он все-таки пошел через таланты. Он взял на 15-м плюс 30% опыта и быстрее как раз будет получать эти уровни. Да, Дэнди готов рваться в драку. Визиджа закрыли. Ультимейт потрачил Санейка. Попадает ЕМП по мипошке. Айсволд также ему под ноги. Ну и уходит Гостик. В очередной раз хочется отметить хорошую игру Гостика. Он шифтом пользуется чуть ли не идеально. Кристаллайз так въехал. Просто Гастом проехался. И как Гаст. Выкупается Визидж. Прыгает Пак. Пак ловит Сайланс от Генерала. Ну, неожиданно для него. Судя по всему. Мгновенная реакция. И вытирает Ванскура. Парата вернули тоже. Ух, замечательно. Байбэк от аппарата. Есть ультимейт. Полетел шлейф. Смотрим, кого заденет. Задевает только Дроу Рейнджер. Дэнди продолжает ломать барак. И Роджера, которому в принципе плевать на это. Роджера так, да. Есть ультимейт. Если что, атаковать его не очень хочется, потому что другие герои более полезны, пожалуй. И Дэнди выдает прокаст вновь. Но этот прокаст снова маленький. Нужно больше прокаста. Он не на убийство. Прокаст действительно не на убийство. Он больше, да. Он контролирует. По приземлению вы ловите Гаст. По приземлению вы оказываетесь в Кинетик Филд. Как красиво было бы, да, сейчас насыпать дальше бластик какой-нибудь выдать. Ну, видели такое. Такое видели. Ну, здесь функция используется прямо по назначению. Опять же, дэмэдж-дилеров предостаточный немагичный прокаст. Само собой. Ты прав. И никакого спора здесь не будет. Действительно, то, что нужно делать Дэнди, он и делает. Там очень сильное продолжение у Нави. Самое главное, что они забирают бараки внизу и переключаются на центральную линию. Что касается этой линии, тут Рошан стоит. Можно сначала его забрать, а потом уже все остальное. А что по баракам? Они милишные сломали? Да, они сломали именно милишный барак. Ранжевой остается на 300 хитпоинтах. И, в общем-то, Рошана идут забирать Нави. И вот тут для Империи очень важный момент. Либо же они сейчас идут в лабам и рискуют всем, но попытаются лишить Нави возможности убить Рошана. Либо же они проигрывают игру. Да, аппарат выдает уртимейт. Под Энди попадает. Санейка ставит статик шторм. Кеннеди Квилл закрывают только Пака. Рошан достается Нави и Дэнди забирает Аегис. Будет ли погибать здесь? Но очень много урона уже вливается. Дэнди забрали. Выбили из него Аегис. Потеряли также Санейк в этой драке. Роджер в спину насыпает Чапин. На них висят сворм. Пока забирают Ван скоро с ним, быстро справляются. Чапи без маны. Что-либо сделать вообще нереально. Соло Самшин просто не выплюнуть. Набрал тут столько урона, что выплюнуть его не можно. ФН тем не менее убивает Дроу Рейнджера. Остается, правда, один. Сейчас ФН по сути бессилен, но он пытается убить Роджера. Роджер нажимает ультимейт. ФН пока под формой. Работает неплохо. Получает бласт от Дэнди. Запирает его в спруты, но Илекан вроде как выбирается. Не отколд снэп. Не отпустят, но Роджера может забрать. Да, Роджера забирает. Таки взобой. Слушай, ну, давай так. Если сейчас в принципе устоят, если вот не потеряют там три еще одна, то все не так плохо. Почему? Потому что выбили Аегис, выбили Сыр. То есть все, что получили Нави, всего лишили. Да, Нави решили заканчивать. Роджер выкупился. Такое решение. Вполне себе необязательная ситуация, мы это понимаем. Но делают ставку на то, чтобы снести сейчас одну и даже две стороны. Вообще знаешь, Шеликан даже выкупается, а формы-то у него нет. Об этом знает. Кулдаун шипшифта всем известен. Да, и Никонамиконов нет. Тоже важный момент. То есть так-то ручками бить без них сложно. Все так. Но пока защищается понемногу. Имперцы не так все просто для Нави. Потратил действительно на байбэк свой вивер. Плюс нет Сыра, нет Аегиса. Такой интересный выход на Империи получился. Он был рискованным, но кое-как он окупился, мне кажется. Да, несладкая ситуация для Империи. Пока держится. Пока держится. Но глобально ничего в принципе не проиграли еще. Играть можно. Я, конечно, нисколько не отрицаю, что перефарм очень существенный и оседает он в руках героев, которые могут в принципе выигрывать доту вам. Но пока тем не менее Империя стоит. Пак, Яул пытается собрать себе еще немножечко, еще чуть-чуть паку до Яула. Ну, выпал гостик из игры. Очень слабый Нетворс в итоге. Роджер его обгоняет. Четверка команды соперника. Ликан тоже Некрономикон и ПТ. Либо же опять слишком нафармленные коры нами. Здесь такие коры, которые должны фармить. Все, кроме Дроу Рейнджер, изначально хорошо смотрелись. Дроу Рейнджер подтянулась к тиммейтам. Для него создали пространство и драки удачно провели. 17К в пользу стороны Дайер. Только сейчас появляется у гостика Яул. Как же его не хватало в предыдущих драках. А сейчас уже два Сайленса, понимаешь? Ну да. Неприятненько. Тут Яул бы и Линку. БКБ появилось у Нэйчис Профита и БКБ у Дроу Рейнджер. Существенно усиливается Нави. К слову, можно сказать, что Роджер не собирает пока что Аганим. Он купил себе Соло Крест, после этого выходит Дефюжиал Блейд. Нажимают Смуг. По этой игре в общем-то нужен ли Аганим? Доминация есть от Нави. Санейка ошибается. Явно ошибается. Хотели закрыть Чаби. Не смогли. Но Чаби, скорее всего, и так заберут ультимейт Нэйчис Профита пролетает по нескольким героям. Дримкоил от Пака. Два персонажа ультимейта Барата. Тут даже, скорее всего, заберут генерала. Надо еще впилить в него урон. Есть баш от Мейпошки. Два в один пока драка под Шрайном. Хилится Эмпайр. Готово сражаться дальше. Роджик забегает в самую спину. Разгон от Мейпошки разрывает дистанцию с ним Кристаллайз, но не реагирует на Мейпошку, потому что рядом был Лейкан. Да уж. Ну, никак тут не хватало ФН у БКБ. Он ворвался в драку. Сразу моментально его прогнали, его побили. Но без вариантов здесь для Лейкана нормально.